МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я поклонник этой игры с самого детства. Я помню, когда еще маленький был. Я постоянно любил смотреть за этой передачей. Я очень большой поклонник Юрия Павловича Вяземского. Это один из моих кумиров. Я всегда хотел быть похожим на такого интеллигентного человека. Ульяновские умницы и умники проводятся по аналогии с телевизионной версией игры. Сначала отборочные этапы, где по результатам эссе и собеседования ребята проходят в одну четвертую. Затем полуфинал, где путь в финал лежит через дорожки и медали ордена. В этом году темой заключительного этапа игры стали вопросы о России в эпоху Николая I. Засчитывал ответы и начислял баллы строгий, но справедливый ариопак. Судьи. Почетным представителем жюри в Ульяновске по старой доброй традиции становится автор бессмены ведущей телепередачи Юрий Вяземский. Ульяновские замечательные ребята. И все очень хорошо. И здесь я радостно смотрел, как ведущий прекрасный, судья великолепный. Это редко бывает в ариопаке. Там иногда, особенно всяких профессоров, сажают. И все теряются, они не могут решение принять. Они что-то там... И сегодня все замечательно очень. Три финальные игры завершены. Пришло время объявить победителей. Первыми двумя финалистами становятся ребята из Барышского района Андрей Молочников и Татьяна Чернышева. Абсолютная победа и статус бессмертного достаются десятикласснику Владимиру Куркину из Ульяновского 38-го лицея. Я очень рад. Я рад не просто тому, что я стал победителем, я рад тому, что я получил тизел бессмертного. Это дает мне определенные привилегии на играх в Москве. Это дает мне возможность ответить на два вопроса, получив ордена, и проходить в полуфинал, независимо от того, насколько значительными будут мои последующие успехи. Тром финалистам по решению Вяземского присоединяются еще два участника теоретика. Теперь ребята будут готовиться к новому этапу, чтобы в декабре блеснуть знаниями на четвертьфинале уже в Москве. Рената Леулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин